Салют пипл, с вами Хьюман и как всегда глоток болезны и вкусной информации для вас Это оно Ну что друзья, появились первые тесты камушка AMD 3D V-Cache с большим кэшем Посмотрим? Посмотрим Потом мы с вами посмотрим на новый рекорд в разгоне центрального процессора, но не AMD-шного Но под конец вы убедитесь какая возможно вообще вакканале по ценникам на видеокарты Погнали И я сразу выражаю свой низкий поклон к нашим коллегам с IT пространства Спасибо Xansu Gaming и Camp Framex Именно они вдоль и поперек тестируют новый камушек от AMD Что в играх, что в программах И в принципе тут более-менее результаты ожидаемы То есть получается, что в то время как новый крутой процессор от AMD с 3D V-Cache Скажем так в программах не особо себя проявляет, ну хорошо, но не сверх какой-то плюс он получает Бонусный, то вот как раз в игровой индустрии все меняется То есть сразу прилипает 15% бонусной производительности если мы смотрим на камушки без 3D V-Cache В тестах все увидите терпение Тестирование само будет проводиться с ларкой Это одна из самых требовательных игр, которые грузят, ну прям дай боже, наши центральные процессоры на каждое ядро Ну естественно в формате Shadow of the Tomb Raider Первый тест у нас проходил при разрешении 720p, но чтобы максимально сместить, скажем так, нагрузку на центральный процессор Все это на матери X570 и с видеокарточкой RTX 3080 Ti Да, не слабенькая, но собственно нам здесь разницы и никакой нет У нас упор будет в центральный процессор Но чтобы нам скучно не было, проводимый тест был с еще рядом камушков Естественно это Intel Core i9-12900K и, запоминайте это важно, Intel Core i9-12900KS Сборочки интеловские они гоняли конечно на RTX 3090 Ti Хотя, ну скажу опять же, это не имеет никакого значения Погнали смотреть тесты В итоге Ryzen 7 5800X 3D продемонстрировал в среднем 231 FPS А это так-то больше на 21,58% нежели у того же i9-12900K Так что здесь в итоге плюс-минус 200 FPS в среднем Ну и на 15,5% больше нежели у i9-12900KS Который с частотой 5,5 ГГц То есть получаем на выходе 190 кадров в секунду Результаты в принципе достаточно добротные Но не стоит забывать, что результат, особенно в контексте такой игры Сильно зависит как от центрального процессора, так и от ЭЗУ Но если сюда приклеить еще и 3Д ВК, то мы сами видим разницу Но давайте говорить по чесноку Во-первых, это разрешение 720p Я думаю, уже меньшинство играет на подобных разрешениях Возможно все же есть И это новый камень Он никак не должен быть на таком разрешении То есть 1080p и Full HD Это проходной минимум Ну мы ведь должны себя любить и уважать, да? Но вот при таком сценарии как раз-таки получаются Более зримые изменения Либо наоборот, не такие уж и зримые Но я предлагаю вам дождаться непосредственно полноценных Тестов, когда либо будет больше еще до релиза Либо когда уже выйдет камень Ну официально Ну и парочку слов естественно о начинке самого камня В его основе лежат 8 ядер, 16 потоков и 100 мегабайт комбинированного кэша И все это благодаря дизайну 3D Stacked SRAM объемом 64 мегабайта Что же касается тактовой частоты То в базе выдается пешка 3,4 гагагерца А в бусте все 4,5 И все это при 105 ваттах Официально же рекомендуемая цена этого камушка составляет 449 долларов Ну то есть по факту точно такая же как и в Ryzen 7 5800X Ну а официально камушек продаж у нас поступит уже 20 апреля Совсем ничего осталось до релиза Ждем И для любителей скидок игр и софта На сайте CDK Offers можно купить винду со скидкой Добавляем в корзину Вводим промокод HUMAN для доп скидки Бум, цена еще ниже на 20% Оплачиваем через любую удобную систему Вводим ключ Пользуемся Профит Все ссылочки в описании Ну и раз уж у нас в тесте был параллельно Камушек 12900KS Я не могу обойти старого Не сказав вам за новый мировой рекорд в разгоне Есть у нас один американский оверклокер энтузиаст По никам сплав Ранее он уже показывал сверхрезультаты по разгону проца Ну вот как раз таки перед анонсом камушка И пресс релиза IS ROG Ну которые пиарили свою материнскую плату Типа Z690 Aqua OC Ну а теперь же результат еще краше То есть частота улетела до 7536 МГц И все это при активности 4 производительных ядер И 4 потоков Думаете на этом все? Ха Как бы не так Учитывая что данный результат разгона Не зафиксировал HWBot То есть говорится о том Что в базе данных отсутствует показатель А это значит Ну не то что нелегитимный у нас результат Естественно легитимный Это говорит о том Что предел еще не достигнут Следовательно мы сможем с вами ожидать Еще большего разгона С большей продуктивностью и производительностью Что касается видеокарт То здесь все достаточно любопытно Если мы говорим за Беларусь То там ценники либо здоровые Либо так скажем так Круть-верть Как говорится В Украине тенденция была такая Что сначала понижалось Это было в середине февраля Потом было легкое повышение Потом снова снижение И практически достигло того момента Как было в феврале Но что происходит в России Это лютое вакханалия Потому что рубль скачет Да и бог как И видеокарточки В общем некоторые продавцы Очень любят эффект сникерса И я не говорю уже за санкции на товары И санкции которые и работают Санкции которые условно скажем Не работают Потому что протаскивают товар Через серый рынок Может быть даже через черный рынок Это тоже влияет Непосредственно на ценники Присутствия товара В общем Цены уже опустились ниже И более того Ниже чем было в середине февраля Да С учетом санкций Даже и волатильности рубля Что не верите? Ну смотрите сами Прошу RTX 3080 Ti Топовая игровая карта Серии Ампер Да 3090 за игровую я не считаю Уж простите Так вот Цена упала в диапазоне От 540 долларов До 2485 Я не совсем понимаю Тут прикол Что изначальный гигабайт Стоило больше чем MSI А потом ситуация Развернулась на 180 градусов Ну как то странно И что то мне подсказывает Что магазин натупил С такими предыдущими показателями цен Хотя с другой стороны Думаю не натупил А играет на лохах В смысле на людей Которые не шибко разбираются И не следят за тенденциями и ценниками Тем не менее Глянем на флагманскую альтернативу Но от AMD И перед вашим взором RX 6900 XT Цена которой равна 2000 долларов А скидка составляет 2900 Ну я или считать не умею Либо опять магазин что то чудит Но это выглядит очень утопически Я не знаю какой лош... Наивный человек Будет верить в такой глупый эффект Сникерса Это же позорище И тем не менее Я не могу отказать себе В удовольствии Привезти вам другой пример Вот так выглядит цена На 6900 XT в Украине Когда еще 14 февраля Она стоила 1737 долларов 7 марта на пике 2057 Да Пик равен скидочной цене в России Нечего удивляться А вот уже 28 марта Карта выросла до 1820 баксов Там да Чуть-чуть тоже подросла Но все равно маловато До 1900 даже не дотягивает И окей Это не аква-версия То есть тут вертушки И в общем Такой же эффект касается И RTX 3080 Обычный ванильный И RTX 3070 Ti И RX 6700 Икстишка конечно Ну а что это за магазин Можете написать в комментариях А на этом ребятки У меня для вас на сегодня все С вами как всегда Блхюман И как всегда Кайфовой Вам Игры Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...